Постоянно ходим сюда то с собакой гулять, то с ребятишками гуляем. Первыми у нас обнаружили соседи еще 6 мая. Они ходят вглубь леса с собакой гулять. Ну и по сути они увидели весь этот бардак. Бардак – это спеленные деревья и куча веток, которые, по мнению людей, могут загореться. Там, где раньше была тень, ярко светит солнце. Местные жители говорят, выяснить сразу, кем и на каком основании ведутся работы, не удалось. Просто непонятная ситуация. Когда не предоставлено, не информировано все население, и даже не стоят знаки о том, что ведутся какие-то заготовительные работы по лесу и дереву. Обеспокоенные жители обратились в прокуратуру, но ответа пока не получили. Аншлаги появились, но, говорят люди, только после того, как общественники подняли шум. При этом представители краевого управления лесами говорят, если бы горожане сразу обратились к ним, все вопросы сразу бы и разрешились. Здесь проходятся добровольные выборные руки. Они соответствуют лесному законодательству. Сегодня действующим правилам заготовки древесины, и здесь нарушений именно по заготовке древесины отсутствуют. Рубки, как объяснил представитель власти жителям, проводит арендатор Алтай-Кровля. Куча веток – это нормально, одни сожгут осенью, другие сами сгниют. Вместо спиленных деревьев в ближайшие годы здесь должны вырасти новые, молодые. Казалось бы, все выяснилось, конфликт исчерпан. Но многие общественники признают, по мере того, как город растет, вопросы рубок в Барнаульском бару будут возникать все чаще. Единственный выход – законодательно запретить в таких защитных лесах заготовку древесины. Увы, первые шаги в этом направлении результата пока не дали. Если это все же произойдет, рубки будут, скорее всего, исключительно санитарные. Убирать станут больные и старые деревья. А пока представители управления лесами говорят общественникам, сообщать о сомнительных рубках нужно. Ведь таким образом можно выявлять настоящие нарушения в заготовке леса, а также незаконные рубки. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.